В Таразе состоялись плановые сборы подразделения радиационной, химической и биологической защиты регионального командования ЮГ. Практические занятия воинов-химиков прошли в условиях, максимально приближенных к боевым. Для участия в сборах в Тараз прибыли подразделения химзащиты со всех гарнизонов регионального командования ЮГ. Полевой выход подразделений радиационной, химической и биологической защиты регионального командования ЮГ прошел с выполнением задач при внезапных условных вводных ситуациях. К примеру, произошел выброс в воздух неизвестного вещества. Военным химикам необходимо провести химическую разведку, определить вещество, выяснить степень опасности, отработать еще ряд вопросов и приступить к практическим действиям. Здесь мы отрабатываем такие вопросы, как по специальной подготовке, по тактике специальной подготовки. Отрабатываются вопросы на практике. Это обозначение границ зон заражения, ведение радиационной разведки, развертывание авторазвивающей станции. Личный состав расчетов получает практические навыки, обучается слаженной работе. У каждого упражнения есть свои оценочные показатели. Чем быстрее и качественнее выполнен норматив, тем выше оценка подразделения. На совместных занятиях в ходе сборов у военнослужащих появилась возможность соревноваться между собой в условиях здорового соперничества, чтобы достигать наилучших результатов. Благодаря состоявшимся в ходе сборов практическим занятиям, воины-химики регионального командования ЮГ выработали слаженность действий и укрепили свои профессиональные способности выполнять в реальной обстановке возложенные на них боевые задачи. Проведение подобных занятий позволяет специалистам войск традиционной химической и биологической защиты поднять свой уровень профессиональной подготовленности и в случае возникновения такой необходимости быть в готовности, выехать и выполнять задачи, которые на них возлагаются по своему предназначению. Дина Мухаринова, Владимир Мартыненко, специально для 7.7 ТВ.